В предыдущем видео я немножечко так живописно описал, как чувствовали себя люди, которые купили акции Тесла. То есть резкий взлет, потом падение. Видео вызвало такой бурный интерес, конечно, ну потому что там в качестве детектива, если вы вдруг не посмотрели это видео, которое набрало там бешеное количество просмотров, посмотрите. Ссылочка будет вон там. Ну а сейчас давайте серьезно о компании Тесла. Почему я не брал компанию Тесла никогда и почему я ее не рекомендую. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Давайте без лишних эмоций уже посмотрим на компанию Тесла, что происходило. И, ну, как бы иллюстрация к тому, что я снял в предыдущем видео. Посмотрите. Вот сейчас вы видите на сайте Finviz график компании Тесла. И здесь вот, так, 19, с 18 года. Мы видим, что с 18 года акции уже, ну, сплетированные, как бы цена приведена, так что здесь все нормально. Акции примерно стоят 50 долларов за штуку. 50 долларов за штуку. И вот он начинается, 19 год, они падают, потому что там, ну, как бы, все немножечко уже утихает, пыл. И потом вдруг они начинают расти. Смотрите. Что такое компания Тесла? Ну, мы знаем компанию Тесла как производителя, во-первых, первого в мире производителя электромобилей, которые с бешеной скоростью, бешеную динамику имеют и бешеную цену имеют. То же самое. И действительно, это машины красивые, действительно хорошие, действительно, значит, там, ну, электрические, они экологически чистые. Маск и вообще компания Тесла, он инвестирует, он вообще вот классный чувак, Илон Маск, он представитель совета директоров компании Тесла, он инвестирует деньги в новые технологии. То есть мы создадим самые лучшие аккумуляторы. самые емкие, и он действительно их создает. И он говорит, на этих аккумуляторах будут ездить машины во всем мире, и они уже ездят. Вот. И, ну, эта машина, если что, стоит там в районе 100 тысяч долларов. Вот. Но я был в Норвегии, там очень много этих машин Тесла. Почему? Потому что в Норвегии за экологию там очень много электрокаров, из них достаточно много Тесла. Там вот действительно больше всего Тесла, которую я видел, это Норвегия. Ну, кроме того, что Тесла выпускает аккумуляторы, Илон Маск, он инноватор, он вообще вот у него, это вот человек восторг просто. Я пред ним преклоняюсь вот без лишних слов, вообще вот, ну, без всяких там юмора, потому что, ну, действительно человек, который в инновации просто вот идет и говорит, мы сделаем лучшие двигатели, мы сделаем лучшие автомобили. Потом он говорит, ребята, значит, надо сделать так, чтобы поезда летели, сверхзвуковые поезда были между крупными городами, потому что нашу землю мы сделаем маленькой. Что сделаем? Hyperloop. Что это такое? Поезда будут ездить в туннелях, в туннелях мы выкачиваем воздух, и поэтому, значит, поезда будут в туннелях под землей ездить быстрее, чем летают самолеты там где-то в стратосфере, понимаете? И он говорит, мы сделаем этот Hyperloop. И, ребята, вот она идея, ну, классная идея, правильно? Потом он говорит, надо сделать ракету, ракету возвращаем, мы сделаем ракетный двигатель. И он делает этот двигатель. Он пытался, значит, купить у нас ракетные двигатели, которые стоят на ракетах «Союз», которые, ну, до сих пор считаются, в общем, так сказать, самыми надежными ракетными двигателями. В мире наши двигатели, которые еще Королев создавал, вот, но не получилось с нами, поэтому он говорит, ну, тогда я сам сделаю. И сделал этот двигатель ракетный, и, если вы помните, значит, он пускал эти ракеты, он говорит, мы будем, значит, первую ступень возвращаемую сделаем ракеты. То есть ракета взлетает, запускает на низкую орбиту, значит, там, ну, груз полезный. И отделяется, потом плавненько так садится. И было несколько пусков, они были неудачные, так сказать, там, неудача сопровождала Илона Маска фальконы этих ракеток. И вот, наконец, значит, там последние, там, две ракеты, он мастер вообще шоу. Две ракеты плавно, параллельно садятся на платформу, они вернулись. Дальше еще несколько пусков, и это успех, друзья мои. И вот уже мы знаем, фалькон присоединился к, это частная компания, ребята, это не государственная компания, первая в мире частная компания, которая создала свою ракету-носитель, которая запускает не только спутники коммерческие, но и со станции Мир, там, состыковалась, там, модуль какой-то, и все такое. Если вы помните, что сделал Маск, когда он испытывал ракеты, это вот вообще супер, что он сделал, он говорит, ракета будет поставлять на орбиту, она будет вообще летать на Марс и так далее. И для того, чтобы испытать эту ракету, что делает Маск, надо на ракету положить какой-то груз. Ну, какой груз положить, ну, что обычно кладут в качестве груза в экспериментах? Ну, бетонный блок туда кладут. Что сделал Маск? Маск берет, значит, в ракету, на платформу ставит автомобиль Тесла, свой автомобиль, свою машину, говорит, я пожертвую свою машину, моя машина полетит к Марсу. Вот, и чтобы его машина полетела к Марсу, он говорит, а я за руль этой машины посажу робота. И, значит, помните, да, была такая штука, значит, он берет натурально, значит, увешивает этого, значит, платформу камерами, и с этих камер изображение с ракеты посылается на Землю. А ракета летит, хрен знает куда, в открытый космос. Вы помните этот, как бы, ну, все смотрели на этого робота, я смотрел постоянно. И, значит, что ракета взлетает и улетает куда-то, хрен знает куда, в космос. И, значит, там открывается платформа, значит, включаются прожектора, чтобы все это было видно, и такой сидит чувак за рулем, робот, и летит в космос на автомобиле Тесла. Ну, то есть, это, во-первых, реклама автомобиля Тесла, это успешное испытание ракеты, ну, и это, блин, бешеное шоу. Маск, он просто вот великолепный чувак. Ну, правда, немножечко как-то позволил себе там закурить марихуану в прямом эфире. Вот, ну, вот такой вот он, вот такой маск. Значит, и проекты Hyperloop, и, значит, там самые лучшие электрокары, самые лучшие аккумуляторы, это все маск. Но давайте без эмоций теперь посмотрим на показатели экономические этой компании. Они не так красивы. Смотрите, вот мы сейчас видим график. Итак, возвращаемся к графику. До 2019 года, ну, в районе 50 долларов за акцию. И потом начинает расти бешено. В конце 2019 года начинает бешено расти вплоть до начала вот этого коронавирусного кризиса. С началом кризиса акции упали. Значит, выросла она до 200 практически, да, вы видите, 200 долларов. А потом тут же акции упали и стали 100. То есть, ну, ниже 100. То есть, больше, чем в два раза упали. Больше, чем в два раза акции упали. Ну, а потом снова пошли расти, потому что куе и так далее. Куда вкладывать? А вкладывать в акции на фондовый рынок. Куда? В Теслу. И Тесла пошла. Взрыва, ну, как бы, как ракета полетела вверх. Почему я вот такую ассоциацию в предыдущем видео и сделал. Вот. Здесь успешный, судя по всему, запуск вот этого, так сказать, стыковка. Ну, и дальше вверх, вверх, вверх. Ну, а теперь посмотрим на более грустные вещи. Смотрите. Вот здесь показатели. P на E. 958.15. Что это такое? А это прибыль, которую приносит компания Тесла. И если эту прибыль, просто вот мы держим акцию и получаем эту прибыль от компании и ждем, когда компания окупится. Через сколько лет компания, наши инвестиции в эту акцию окупятся? Через 958 лет. То есть, ваше вложение в эту акцию окупится за счет прибыли через 958 лет. Ну, если честно, то и прибыли-то, в общем-то, так сказать, не было пока еще. Прибыль, только первая прибыль компанию Тесла, компания Тесла первую прибыль получила, ну, вот, буквально месяц назад. Вот. Forward P на E. 121. Ну, уже сильно лучше. Почему? Потому что показатели улучшились, потому что действительно компания принесла прибыль. Вот. 121 год на самом деле. То есть, это если вот вообще 958, а forward это вот с учетом улучшения ситуации. Дальше смотрим. Так, market capitalization 346 триллионов долларов. Income. Ну, продажа, насколько я понимаю, 368 миллионов. То есть, как бы, разница сильно отличается. Sales. Book. Book drop share. Ну, значит, смотрите. Book volume per share. Что это такое? Book – это заказы. То есть, компания имеет заказы на продукцию. И этих заказов на одну акцию на 10 долларов, грубо говоря. Вот. Что это значит? Что акция сейчас стоит 372 доллара. И заказы покроют, ну, 10 долларов на одну акцию. Cash на share. Наличных денег, которые есть на счетах, это 9.28 на одну акцию. Ну, вот так вот. Employees. 48 тысяч человек работает в компании. Optionable – yes. Shortable – yes. Но это для Нью-Йоркской биржи, ну, для американских рынков. У нас она не optionable, не shortable. У нас она торгуется только на Санкт-Петербургской бирже. В short ее нельзя. Короче говоря, и опционы на нее не выпускаются. Recom 300. Не знаю, что это такое, честно говоря. Вот. Но есть такая штука еще. Сейчас я вам скажу. Price to sales. Цена к продажам – 13.46. Цена акции к продажам. То есть цена акции в 13 раз выше, чем продажи компании. Price to book – 35. Цена акций в 35 раз выше, чем заказы. Current ratio. Вот. Debt to equity – 1.43. Совокупные долги компании к ее активам – 1.43. Что это значит? Это значит, что если компания продаст все, что у нее есть, то она… То ей хватит, как бы, на… Ей не хватит на то, чтобы рассчитаться с долгами. Вот. Денег. То есть еще раз. Если компания продаст вообще все, что у нее есть, то, ну, долги компании сильно больше, чем то, что у нее есть. Что это значит? Ну, это значит, что, например, вот вы ничего не зарабатываете, но пошли и взяли кредит. Если, ну, вы взяли кредит без обеспечения, то есть, как бы, у вас ничего нет, нечего заложить. И если вы скажете банку досвидос, то банк, ну, наложит на вас какие-то санкции, но с вас ничего нельзя взять. Вы банкрот. Понимаете? То есть, и компания Tesla, ну, если так уж говорить, ну, в принципе, банкрот. То есть, она должна сильно больше, чем то, что у нее есть. И все, что ей нужно сейчас, это наращивать, наращивать, ну, как бы, активы. А как наращивать активы? Акции – это не активы. Акции – это стоимость, это, как бы, это доля в бизнесе. Вот и все. То есть, вы, грубо говоря, когда покупаете акцию, то если компания, смотрите, если компания вдруг объявляет себя банкротом, то что происходит? Распродаются все активы компании, и все эти активы идут на погашение долгов, которые есть у компании. Этих денег не хватает. То есть, первое, так сказать, там идет на выплату зарплаты сотрудникам, на погашение долгов, на облигации, по-моему. И самые последние в очереди – акционеры. Сколько достанется акционерам? Ничего не достанется акционерам в случае банкротства. компании, в случае банкротства компании акционеры, акции компании будут стоить ноль долларов, потому что, ну, ничего не достанется. Купить эту компанию никто не сможет, потому что акции слишком дорого стоят, ну, либо, если купят, то за какие-то копейки. Тем не менее, акции компании растут, потому что говорят, что у компании, ну, активы – это совсем не то, что нужно. У компании есть куча идей, у компании есть куча проектов, которые, значит, типа бренд и так далее. Вот это вот стоит вот невообразимо дорого, там в десятки раз больше, чем стоит сама компания. Ну, а дальше вот уже вы считаете, вот устраивает вас 121 форвард ПЕ, или ПЕ, значит, 958 лет. Ну, как бы смотрите сами. Вот это те причины, по которым я, ну, скажем, если я хочу, чтобы деньги росли, то я, в общем сказать, ну, я не вкладываю деньги в эту компанию, хотя компания, безусловно, интересная. Мне просто маск, вот вообще, вот как человек, просто вот, ну, чтобы я так научился искрить, как маск, вот. Но, чтобы вот деньги туда вкладывать. Ну, не, ребят, я подожду. Я надеюсь, что это видео будет полезно многим. Напишите, что вы думаете по поводу компании, напишите, что вы думаете по поводу моего анализа, такие видео будут и дальше. Если вы не поняли, о чем я говорил, то, ну, и как покупать эти акции, продавать, соответственно, курс биржа для чайников для вас. Там я тоже говорю немножечко про фундаментальный анализ, но совсем немного, и про технический анализ в основном. Что такое технический анализ? Технический анализ – это как делать решение о покупке того или иного актива на основе графиков. Вот графики показывают, что компания растет. А что говорит фундаментальный анализ? Что она переоценена. Вот что. И смотрите, есть фундаментальный анализ, есть технический анализ. Что должно произойти с двумя графиками? Если параметры технического анализа, то есть, если график акции растет, а прибыль этой компании не растет, то есть, если цена акции растет, а прибыль не растет, что произойдет? Либо прибыль должна вырасти, смотрите, либо прибыль должна вырасти, либо акции упасть. Вырастет прибыль компании Тесла? Ну, хорошо. Ну, то есть, они должны сблизиться. Пока они не сблизятся, будет, ну, так называемая дивергенция, когда расхождение между прибылями и ценой акции, ростом цены акций, расхождение сейчас максимальное, это значит, что волатильность по данной акции будет огромная, то есть, она может взлетать, может падать, но это никак не подкреплено фундаментальным анализом. Фундамент. А что такое фундамент? Фундамент – это опора. Понимаете? Опора. То есть, вот, земля. И в предыдущем видео, помните, значит, я сел за руль, значит, ракеты, ракета полетела, но земля-то далеко внизу, и малейший отказ двигателя, и я полетел к чертовой матери на землю, чтобы освежиться, остыть, потому что, ну, потому что от фундамента далеко оторваться невозможно. Вот такие соображения. Сейчас поделитесь этим видео, поставьте лайк, и до встречи. С вами был Демитков Юрий.